Добрый день, уважаемые садоводолюбители! Приветствую вас на канале Процветок. И сегодня я хочу рассказать вам о белорусских сортах грецкого ореха. На текущий момент в нашем реестре 5 сортов грецкого ореха, которые созданы в Институте плодоводства. По сути дела, это самый северный пункт селекции грецкого ореха в Европе, ну может быть даже и в мире. Чем обусловлен такой интерес к данной культуре? Во-первых, грецкий орех – это древнейшая орехоплодная культура, которую использует человек. У него очень богатый по питательному составу, по своей сбалансированности ядро, очень богатое оно жирами, когда содержание жиров может доходить до 70% у масличных сортов, у десертных 40-50% содержания ценного жира, в состав которого входят такие полиненасыщенные кислоты, как линолевая и линоленовая. То есть орех – это, по сути дела, такой же ценный источник жирных кислот, как и красная рыба, за которой сейчас все гоняются, стараясь предупредить атеросклероз сосудов и так далее. Кроме того, ядро грецкого ореха содержит до 20% белка и приблизительно столько же углеводов. Кроме того, витамины, микроэлементы – очень важные для нашего питания. Знаменитые ученые однажды подсчитали, что калорийность грецких орехов в 7 раз превышает калорийность говядины и по ценности своей тоже превышает традиционные наши продукты питания. Даже в Древней Греции в легенде о воспитании ахилла, который разгромил Трою, говорилось, что его наставник, кентавр Херон, кормил маленького ахиллеса исключительно печенью льва и грецкими орехами. Ну, львов они перевели, конечно, а вот грецкие орехи, к счастью, у нас остались. Итак, откуда взялся грецкий орех в Беларуси? Нужно сказать, что его постепенно завозили с южных областей Украины, с северных областей Украины, высаживали в основном в Брецкой, Гродненской, Гомельской, юге Минской области. Там выживали самые-самые зимостойкие формы. И когда в середине XX века профессор Рамуальд Эдуардович Лойко из Института на тот момент картофелеводства и плодовощеводства заинтересовался данной темой, что он сделал? В ходе экспедиции он отбирал у нас в Беларуси и на севере Украины самые лучшие формы, самые зимостойкие, самые тонко скорлупые, низкорослые, скороплодные. Эти орехи высевались на территории опытных участков института. Из них, после того, как они начнут плодоносить, отбирались вновь самые тонко скорлупые, скороплодные, зимостойкие. И так повторялось несколько раз. В результате такого многоступенчатого отбора и были созданы данные сорта, о которых сегодня и пойдет речь. Итак, сорт Пинский. Это отбор именно из местных форм грецкого ореха. Один из первых наших сортов. Чем отличается? По сравнению с другими сортами он относительно мелкий. Но он очень зимостойкий. Тип плодоношения у него верхушечный. То есть, цветочки, женские цветочки, появляются на верхушках молодых побегов. Отличается достаточно высокой скороплодностью. При высадке в сад привитых именно саженцев вступает в плодоношение на пятый год в среднем. Тогда как сеянцы вступают в плодоношение иногда на шестой, восьмый или двенадцатый год. Выход ядра у него довольно-таки большой. До 50%. Что немаловажно. Ведь мы часто, открывая орешек, видим внутри небольшое совершенно ядрышко, что не согласуется с внешним видом самого ореха. При выборе орехов очень важно запомнить, что на каждом орехе есть цветочки мужские и женские. И отмечено такое явление, как неравномерность их распускания. У одних орехов цветочки распускаются сначала мужские, потом женские. У других наоборот. Есть группа орехов, у которых цветы распускаются одновременно. Лучше всего выбирать именно такие сорта, которые распускаются одновременно, либо подбирать их парами. То есть те сорта, у которых распускаются первые орехи, должны иметь, первые женские цветки, должны иметь себе в пару растения, у которого распускаются первыми мужские. Таким образом обеспечивается наилучшее опыление и максимальный урожай. Итак, сорт пинский. Выход ядра порядка 50%, тонко скорлупый, зимостойкий, довольно урожайный грецкий орех. Из недостатков следует отметить только маленький размер орешков. Это, повторюсь, самый мелкий. По тонко скорлупости, как вы видите, я могу его легко, сдавив руками, разделить. И еще одно очень важное качество, на которое следует обращать внимание при выборе сорта. Это выделяемость ядрышка. Все мы знаем, как неудобно, раз расколов орех, потом доставать из него ядро. Перегородки, всякие перемычки, которые затрудняют. Так вот, для данного сорта характерно наличие небольших перегородок. Но в остальном это достойный орех и по своей урожайности может заниматься место у вас в саду. Следующий орех, сорт, это Самохваловичский 1. Он отличается большей крупноплодностью. Также все эти орехи, повторюсь, выведенные у нас в Беларуси, отличаются высокой или даже повышенной зимостойкостью. То есть прекрасно переносит наши холода. И даже в 2017 году, когда у нас была очень суровая весна, все данные формы были с урожаем. То есть эти заморозки им не повредили. Итак, сорт Самохваловичский 2. Отличается более крупным размером орехов, характерным ребрышком. Также это очень зимостойкий сорт. Относительно скороплодный. Вступает в плодоношение на 5-6 год. Высокоурожайный. Выход ядра порядка 40%. Но из-за того, что у него довольно крупные ребра жесткости, расколоть его так просто не получается. То есть это для него небольшой минус. Извлекаемость ядра. Ядро извлекается относительно хорошо. Перегородок небольшое количество. Ядрышко богато жирами, полиненасыщенными всякими жирными кислотами. И имеет хороший вкус. 4-4,2 балла. Самый крупноплодный из белорусских сортов – это орех памяти минова. Он был отобран от потомства украинских крупноплодных сортов. Также отличается повышенной зимостойкостью, урожайностью. Вступает в плодоношение на 5-6 год при посадке именно саженцами, то есть привитыми растениями. По размеру это действительно очень крупноплодный орех, но не самый крупный из тех, что могут у нас произрастать. Отличается тонко скорлупостью. Видите, я могу легко разнять орешек. Но для этого сорта характерен небольшой выход ядра. Порядка 30-35%. И если мы сравним, допустим, орех самохваловичский 1 и память минова, можно обратить внимание, что ядрышко по размеру отличается мало. То есть вес самого ядра у них отличается немного, хотя по размеру эти орехи различаются существенно. И, наконец, один из лучших по праву сортов селекции Института плодоводства – это сорт самохваловичский 2. Он пользуется максимальной популярностью, во-первых, благодаря очень высокой скороплодности. Вступает в плодоношение как минимум на 4-й год, а иногда даже в год посадки в сад. То есть на 2-й, на 3-й год стабильно он уже дает первые орешки. Второе. Это один из самых тонко скорлупых сортов грецкого ореха. Он легко раскалывается, вот даже не прилагая особо усилий, можно раздавить его двумя пальцами. Толщина скорлупы 0,8 мм, фактически как бумага. Весьма немаловажное качество – это легкая извлекаемость ядрышка. По сути дела, перегородки иногда не то что отсутствуют, они рудиментарные, зачаточные. И вы можете спокойно извлечь орешек без всяких усилий. Вкус ореха очень хороший. Урожайность данного сорта высокая. Завязывает на верхушках побегов до 8 орешков в грозди. Вот, можете видеть, светло окрашенная ядрышка. Вот, сорт очень зимостойкий, очень адаптивный. Хорошо передает свои свойства при посадке орешками в открытый грунт. То есть, для ореха характерно такое свойство, что он свои качества, как положительные, так и отрицательные, хорошо передает потомству. То есть, если вы возьмете орех толстый с корлупой, который плохо раскалывается, имеет много перегородок, и посадите его, скорее всего, вы получите такой же сеянец, такой же толстый с корлупой, а то и толще, и с таким же небольшим выходом ядра. И наоборот, взяв орех максимально тонко-скорлупой урожайный, вы с большой долей вероятности получите именно такое же и потомство. Как высевать грецкие орехи, как готовить их к посадке, я думаю, если вас эта тема заинтересовала, я с удовольствием расскажу вам в следующий раз. Итак, если вам это интересно, ставьте лайки под видео, и мы подготовим для вас небольшой репортаж о том, как посеять и вырастить грецкий орех самостоятельно.